Там еще какие-то ребята, администраторы, они были прорастерены, но тем не менее они не пали духом, они все выполнили, все, они привезли нас сюда, говорят, не беспокойтесь, все нормально. Скандал вокруг концерта российской Примадонны. Кому было выгодно, чтобы выступление Аллы Пугачева в Екатеринбурге не состоялось? Новые формы конкурентной войны в уральском шоу-бизнесе. Ну а гостям сама прима, известная своей эксцентричностью. Сама Пугачева во всей истории, развернувшейся в Екатеринбурге в минувший четверг, стала лишь одним из элементов, который, наверное, придавал всему скандалу пикантности и значимости. Общество дало впечатление, что в Екатеринбурге нам продемонстрировали некую новую технологию борьбы за рынок в нашем уральском шоу-бизнесе. Все произошедшее, как бы ни пытались сейчас это объяснить, выглядит как попытка сорвать концерт и нанести удар по концертной фирме, ну или по людям, которые за этой концертной фирмой стоят. О скандале недели Мстислав Захаров. О том, что гастроли Пугачевой не состоятся, начали говорить слишком рано. Именно поэтому при возникновении каждой очередной проблемы, то, что концерт сорвался именно из-за нее, верили все меньше. Началось все еще на прошлой неделе. Тогда агентство «Регионинформ» начало распространять одно за другим сообщение, что билетов продается катастрофически мало. Впрочем, это действительно так. Маловероятно, чтобы все поклонники, среди которых есть не только преуспевающие люди среднего возраста, но и пенсионеры, и даже дети, могли заплатить за билет от одной до трех тысяч рублей. Именно поэтому начали появляться и развиваться слухи о том, что концерт сорвется. Чтобы опровергнуть это, екатеринбургским организаторам, фирме «Премьера», пришлось за неделю до концерта собрать пресс-конференцию для объяснений. У меня находится на руках контракт, вот количество листов. Именно продюсерская компания «Премьера» подписала с Аллой Борисовной этот контракт. Он очень серьезный. Здесь и протокольная часть по встрече, по проводам, по проведению концерта. Все настолько очень серьезно и сложно. Поэтому Алла Борисовна вела долгие переговоры с нами, так же, как и мы с ней. И она согласилась. На распространителей заведомо ложной информации «Премьера» грозила подать в суд. Но еще до этого в деле о концерте «Премадонны» появилась другая уголовная строка. В ночь, когда Алла Пугачева прилетела в Екатеринбург, за пять минут до посадки самолета в аэропорту были арестованы два сотрудника «Премьеры» – Дмитрий Банных и Николай Бабков. Причем арестованы по подозрению в причастности к краже двухлетней давности. Некий бизнесмен, будучи в СИЗО за неуплату налогов, поручил им присматривать за своей квартирой. Когда же вышел на свободу, обнаружил квартиру пустой, без техники и мебели. Год назад дело закрыли за отсутствием подозреваемых. Но в ночь перед концертом его, как выяснилось, опять возобновили, очень вовремя. Никому из прибывших о том, что случилось, не сказали ни слова. Оставшимся на поле сотрудникам «Премьеры» удалось скрыть волнение и выполнить свои обязанности. Даже их не было. Народ был растерян, который работает с ними. Водители, там еще какие-то ребята, администраторы. Они были прорастеряны, но тем не менее они не пали духом. Они все выполнили. Все. Они привезли нас сюда, говорят, не беспокойтесь, все нормально. Пожалуйста, вот тут питаться, тут то самое. Вот здесь все вопросы были решены. Показательно, что содержание провели не дома у подозреваемых. Они, в конце концов, работали вполне официально и не скрывались от милиции, а в аэропорту. Причем как раз тогда, когда рядом были практически все средства массовой информации. Тем, кто намеревался концерт сорвать, можно было увериться. Об аресте организатора концерта узнают все. Сама Пугачева в аэропорту выглядела усталой. На вопросы журналистов отвечать не особенно расположенной. Ссылалась на загруженность с другими делами. Ребят, я спать хочу. Мы же хоронили там, мучились. Столько страданий пережили. Завтра все скажу, хорошо? Пока Прима отдыхала, события разворачивались. Дмитрия Банных отпустили только за несколько часов до концерта. Впрочем, все это время его администраторы работали, так что подготовка шла своим ходом. Мы все равно вырвались. Мы будем проводить концерт при любых обстоятельствах. Какие бы сложности перед нами не стояли, мы все равно их преодолеем и будем проводить в дальнейшем. И действительно, концерт состоялся почти без опозданий. Даже если половина зрителей получила приглашение и контрамарки, все же зал был полон на 85%, а это не очень просто. Пугачеву ни одна проблема, разумеется, не коснулась. Она свой гонорар получила еще до выступления и отработала бы при любом раскладе. Единственная досадная деталь, которая случилась перед самым началом концерта, вдруг обнаружила, что на некоторые места продано по два билета. Но несчастье помогло. Зал не был полным, и зрителей удалось рассадить. Пугачева не потрясла ни экстравагантностью нарядов, ни стройностью фигуры, как это бывало раньше, но зато опять пленила всех голосом и репертуаром. Пела в основном старые песни, классику, золотой фонд. Выходит, никто из зрителей, попавших на концерт, не должен быть огорчен. Возможно, огорчены те, кому не удалось сорвать гастроли Пугачевой. В таком случае на фирме премьера можно было бы поставить крест, хотя бы ненадолго. Но и сейчас злоумышленникам есть чем гордиться. На фоне одного шоу, которое не получилось отменить, они с блеском разыграли другое. Мстислав Захаров для итогов недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!